9 февраля в южно-корейском Хенчхане открываются 23 зимние Олимпийские игры. Из-за допингового скандала российская сборная дисквалифицирована. Уже известно, что триколора на соревнованиях точно не будет, а допущенные спортсмены из нашей страны выступят под нейтральным флагом. В поддержку российских атлетов ивановские фигуристы, конькобежцы и хоккеисты собрались вместе в Олимпии. Чтобы поднять дух молодых спортсменов, которые еще только мечтают о пьедестале и медалях, участники прошлых игр проехали круг почета с Олимпийским огнем и государственным флагом. Наверное, ребятам я пожелаю одно – идти к своей цели. Заниматься спортом, обязательно слушаться тренеров, обязательно верить только в свои силы и доказывать то, что российские спортсмены всегда были и будут сильными. Многие уверены, что в дисквалификации сборной есть политическая подоплека. Из-за того, что сильные мира сего выясняют отношения, сотни российских атлетов лишаются возможности представить страну на Олимпиаде, а миллионы болельщиков не увидят своих фаворитов на пьедестале. В том, что политика не должна вмешиваться в спорт, уверена Ирина Егорова. В свое время она стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Инсбруке. Как может относиться спортсмен, который прошел две Олимпиады, который прошагал такой большой спортивный путь, как он может? Конечно, отрицательный. Конечно, я переживаю за спортсменов. Конечно, я переживаю и сегодняшняя акция наша, открытие игр. Я считаю, это основа поддержки наших ребят, которые решили принимать участие в Олимпийских игре. О том, сколько сил тратит атлет во время подготовки к играм, Сергей Савельев знает не понаслышке. В 1998-м он представлял Россию на Олимпиаде в Нагана. Вопросов в допинговом скандале, по его словам, куда больше, чем ответов. А отстранять всю сборную из-за нескольких недобросовестных спортсменов недопустимо. Со стороны МОК и с нашей стороны очень много тайн. Очень много недоговорок. Плохо, обидно, жалко. Юные ивановские конькобежцы, далекие от политики, сожалеют, что не увидятся отечественников на грядущих играх. Впрочем, несмотря на дисквалификацию сборной, бойкотировать Олимпиаду не планируют. Будут следить за выступлениями участников из других стран. Это, конечно, неприятная ситуация, когда в твоей стране запретили выступать под твоим флагом. Ну, спортсмены все равно наши, тех, кто попал в список, тех, кому разрешили выступать на этой Олимпиаде, мы будем за них болеть. В конце концов, вот в нашем виде спорта, в других видах спорта есть тоже хорошие спортсмены. Тоже можно посмотреть на их красивые выступления. Еще один острый вопрос, который обсуждают в интернете и СМИ, этично ли соглашаться выступать под нейтральным флагом в случае дисквалификации сборной. В соответствии с олимпийскими принципами, каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации. Ивановские спортсмены в этом уверены, поддерживают тех, кто все же выступит, невзирая на разногласия. Олимпиада, если не Олимпиада, всегда интересно посмотреть. Даже если твой любимый спортсмен, твой вид спорт, не буду выступать. Можно посмотреть на спортсменов из других стран, на их технику, на их результаты. Это же все равно интересно. С 9 по 25 февраля спортсмены со всего мира будут соревноваться в 15 зимних дисциплинах. Следить за играми в Хенчхане или нет, каждый решит для себя сам. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.